Субтитры сделал DimaTorzok Круто, я заключаю это по комментариям, которые вы пишете под этим прохождением И очень отрадно, что именно такие люди, настоящие ценители этого произведения, смотрят это прохождение Я приглашаю всех вас настроиться на сегодняшнюю часть Конечно же, добро пожаловать всем Кто-то может заглянул впервые, друзья Если впервые, то такие игры, как новелла «Когда плачу чайки» нужно смотреть с первой части А мы сегодня продолжим Так, где там наше последнее сохранение? 19.09, вот оно Культурный фестиваль школы Выступление Джессики мне определенно понравилось на нем И вот вы поделились как раз, что саундтрек был заменен уже в этой переработке новеллы Вот о чем я говорил, да, что люди, которые так глубоко погружены в это произведение Смотрят и еще раз повторюсь, что это здорово Но теперь давайте продолжим Шаннон тут чем-то смущена Что ты имеешь в виду, Джордж-сан? То, что я и сказал Я все еще не построил свой замок Как только я сделаю это, то в первый раз смогу назвать себя взрослым Когда это произойдет, то я хотел бы, чтобы ты вышла за меня замуж Ну, теперь можно понять, почему у Шаннон такое выражение лица Ведь это для большинства девушек самые заветные слова, которые они хотят услышать в своей жизни А если они еще слышны от парня, который также симпатичен То это огромное счастье Но я больше не в силах сдерживаться Поэтому я бы хотел вручить тебе обручальное кольцо То есть... Подмолвка? Но ведь... Я... Мебель Может быть это и правда, но мебель ведь должна слушать то, что и говорят люди Хороший ответ И хороший поступок со стороны Джорджа А вот сразу серьезность намерений показал Теперь я закажу кольцо, которое будет достойно того, чтобы вручить его тебе Я подумываю привезти его на следующее семейное собрание Тогда я и вручу его тебе, и хотел бы услышать твой ответ Если ты примешь мое предложение, то я провозглашу перед всеми родственниками, включая дедушку, о нашей с тобой помолвке Ч... Ч... Чордж-сан Я уверен, что кое-кто будет против наших с тобой отношений Но тебе нет нужды смотреть на Элиса Давайте еще раз на них посмотрим, какая чудесная пара Молодые, красивые, перспективные И, возможно, счастливые Если ничего не изменится А мы знаем, как резко все меняется в этой новелле, да? Потому что тебе нужно смотреть только на меня Я непременно сделаю тебя счастливой Я торжественно клянусь тебе в этом Ну, Джордж прям мужчина так Понравился мне сейчас его монолог Точнее, это был диалог О, ну здрасте Я жду не дождусь, когда они созреют Ну вот, вот Понимаете, я совсем забыл про нее Да, да Видимо, не сделает счастливой Но посмотрим Так Золотые бабочки не любят презрелых или гнилых плодов Я не могу дождаться дня сбора урожая Разве время пира еще не настало? Как потрясающе озвучивает ее, а? Актриса Я надеюсь, ей достойно заплатили Она отлично просто отыграла Эту роль День первый 4 октября 1986 года Суббота 4 октября 1986 Подготовка шахматной доски Они позавтракали в привокзальном кафе Так получилось, что внутри кафе было украшено в цвета Хэллоуина Поскольку на дворе стоял октябрь Похоже, что Мария была этому невероятно рада И из-за этого она продолжала шуметь внутри поезда О своем желании отметить Хэллоуин Не заботясь о том, что этим привлекает внимание других людей Я люблю октябрь, когда октябрь теплый Когда еще... Ну и сентябрь должен этому предшествовать Чтобы к октябрю все листья не пооблетались деревьев А вот когда такой бархатный октябрь И золотые деревья в ранних лучах заката В лучах раннего заката Вот так правильно не... Ну вы поняли То есть часов в 5 вечера, в полпятого Это все... Это осенняя пора мне по нраву Так... Ну давайте еще раз И из-за этого она продолжала шуметь внутри поезда О своем желании отметить Хэллоуин Не заботясь о том, что этим привлекает внимание других людей Хэллоуин популярен в Европе и Америке Но в Японии люди практически не знакомы с ним Торговый район был красочно украшен оранжевыми тыквами Но детей в маскарадных костюмах, требующих конфеты и говорящих сладость или гадость Нигде не было видно Оууу! Я хочу на фестивале Хэллоуина!!! Вот там в Японии хотя бы нет Сумасшедших православных попов Которые агрессивно... В общем даже ладно... без комментариев Так хотя бы, этого нет Я не хочу носить эту западную одежду Я хочу быть похожей на ведьму!!! Оу!!! А-а-а!!! А-а-а!!! О-о-о... роза Все живы-здоровы. Семейное собрание не для игр. Мы собираемся встретиться с дедушкой, поэтому ты должна быть в западной одежде. Хотя поезд и не выглядел полным, на самом деле он был битком забит. Почти все места занимали пассажиры. И вот среди них Мария подняла шум, топая ногами на месте, в то время как Роза сердито смотрела на нее. Роза уже прежде множество раз просила ее вести себя потише, но Мария совсем ее не слушала. Стоило Марии начать так себя вести, то сколько бы ей не пытались объяснить ситуацию, она все равно не стала бы слушать. Раньше Роза, чтобы побаловать Марию, могла уступить ей в такие минуты. Но возможно как раз это и вышло боком. Когда маленькая Мария шумно жаловалась, ее мать отступала, ошибочно полагая, что Мария выслушала все, что она сказала. Роза поняла, что допустила ошибку при помощи учебного пособия и с тех пор превратила ту часть своего сердца, которая всегда хотела, чтобы она баловала свою дочь в демона. Но Роза начинала находить все меньше и меньше взаимопониманий с Марией, и в итоге ее понемногу начала смущать собственная беспомощность. Хэллоуин! Хэллоуин! Если вы не дадите мне сладкое, то я совершу розыгрыш! У меня нет для тебя сладкого. Ты только что позавтракала. Если вы не дадите мне сладкое, то я вас разыграю! Если вы не дадите мне конфеты, то я вас разыграю! Полная пожилая женщина, сидевшая рядом с Марией, топавшей своими ногами, вытащила леденец из своей сумки и отдала его Марии. Получила сладкое! Получила сладкое! Смотри, смотри, мама! Счастливого Хэллоуина! Так, и вот тут вот нам предстает ужасное поведение Марии, и видно, как это досаждает розе, ну тут еще и всем пассажирам. Но вот, конечно, если Мария часто такое поведение проявляла, можно понять Розу, почему она агрилась на нее. Эй, Мария, ты не можешь так просто принимать конфеты от незнакомых людей, понятно? Верни это! Все в порядке! Она очаровательная юная леди! Сколько ей лет? Возможно, в словах этой старой женщины не было никакого злого умысла, но было видно, что для Розы это оказалось крайне унизительно. Мария! Я всегда тебе говорила, что ты бы не брала конфеты от незнакомцев! А ну давай ее Марии! Нет, она моя! Отдай ее! Не я ли всегда говорю тебе слушать то, что говорит мама? Это Марии! Марии! Роза машинально влепила Марии сильную пощечну. Мгновение спустя Мария начала громко плакать. Роза тут же взяла леденец из рук Марии и оттолкнула его обратно ошеломленной старушке, сидевшей рядом с ними. Пожалуйста, не давайте конфет моей дочери. Я очень сожалею. Тяжело дыша, Роза снова протянула леденец старушке. После того, как старушка стала лихорадочно гадать, чтобы ей ответить, похоже она наконец поняла, что своим поступком вызвала конфликт между родителем и ребенком и она извинившись приняла леденец обратно. Бывают такие ситуации с детьми, когда трудный ребенок, бывает, что родители хорошие, действительно, а отношения трудно складываются, но есть такие некоторые дети трудные. И единственный способ, единственный эффективный способ наладить с ними отношения, это все-таки не обострять, вот так как это происходит между Розой и Марией. Но видно, что каждый раз между ними происходит напряжение и в итоге все в ужасную ссору и часто даже с побоями скатывается. И из-за этого отношения только обостряются и они все больше в конфронтацию друг с другом становятся. Надо, конечно, пытаться понять в этом случае ребенка и иногда настоятельно, твердо, уверенно, но все же с любовью и с максимальным пониманием ребенка пытаться налаживать диалог в таком случае. Конечно, это всегда в таких ситуациях сложно, но я к чему это все говорю, я к тому говорю, что часто в таких ситуациях любое обострение, любой крик, любые такие суровые наказания, они только усугубят ситуацию. И доставят боль и ребенку, и родителю, и не помогут решить проблемы эти. Вот Роза, похоже, подумала, что перегнула немного. Тогда Роза, наконец, обратила внимание на окружающую обстановку. Одежда ее дочери была вся измята, она кричала, плакала и постоянно шмыгала носом, и множество изумленных пассажиров наблюдала за ними. Кроме стука колес не было ни единого звука. Ну да, ну опять же, еще добавить эту тему, если все-таки с самой колыбели воспитывать во всем хорошо ребенка, то часто получится уже изначально сформировать нормальный обмен мыслями, и ребенок трудным не будет. Часто дети становятся трудными, когда их на какое-то время упускают. Они растут сами, как бурьян, там, со смартфонами, с тиктоками, с прочим говном. То тогда да, тогда потом может быть сложнее. А, да, кроме стука колес не было ни единого звука. К счастью, эта жалкая тишина длилась недолго. За ней, тем не менее, последовала еще более болезненная атмосфера, порожденная возникшим всеобщим перешептыванием. Мария кричала и топала ногами, как обычно, не обращая внимания на людей, сидящих вокруг нее. Розе вновь импульсивно захотелось ударить ее, но заметив холодные глаза людей в поезде, она не смогла это сделать. Когда поезд остановился, Роза схватила Мария за руку и вышла из поезда волоча дочь за собой. Мария, как обычно, не прекращала плакать. Роза дошла с ней до конца платформы и снова дала ей пощечину. После удара Мария на мгновение перестала плакать, но после этого стала кричать и плакать еще больше, чем прежде. Роза на пределе своих эмоций схватила Марию за воротник и поволокла ее, цепляясь за волосы. Конечно, страшные вещи происходят, но давайте обратим внимание на платформу. Она такая японская, вот просто посмотрите, это такая Япония. А Японию я обожаю, друзья. Вот, вот сейчас, ничего необычного на нашем экране. Это, черт возьми, просто обычная платформа. И все-таки здесь вызывает приятные чувства. Я даже, видите, убрал диалоговое окно, чтобы рассмотреть. Люблю Японию. Мама, больно, мама, больно. Вот почему я говорю тебе закрыть рот. Знаете, о чем я сейчас подумал? Я подумал, что... Это все может вылиться в то, что Мария потом... Отомстит за это все Розе. Может быть. Это твое... Прекрати так делать. Это и есть причина, по которой ты не можешь найти друзей в классе, верно? Очнись ты. Что у тебя вечно заветский сад в голове? Почему ты не можешь послушаться того, что говорит мама? Почему? Почему? Выкрикивая эти жесткие слова, Роза продолжила хлестать Марию по щеке снова и снова. Чем больше Мария плакала и кричала, тем больше Роза била ее. И чем больше она била Марию, тем сильнее она кричала и плакала. Мы подобное наблюдали в первом эпизоде. То есть, видно, что такие ссоры... Я назову их кровавыми ссорами, потому что тут реально до рукоприкладства доходят. Они часто случались между Марией и Розой. Мама, так больно! Мама, так больно! Мама, спаси меня, мама! Мама, спаси меня! Почему ты никак не можешь прекратить это... Из-за этого ты не можешь ни с кем подружиться? Из-за того, что ты так делаешь, папа не вернулся из командировки! Из-за того, что ты так делаешь, я... Попустите, мадам, что-то случилось? Может быть, вам что-нибудь нужно? Тем, кто робко обратился к ней, был дежурный станции. Роза устремила на него взгляд, говорящий «Не вмешивайся в проблемы матери и ребенка, незнакомец». Дежурный станции, естественно, не горел желанием с ней разговаривать. Однако Роза кричала на платформе гораздо больше времени, чем она представляла. Ее эмоциональная выволочка вынудила пассажиров на платформе сообщить дежурному станции, что было бы неплохо обратиться к ней. Тут еще играет роль, что Роза воспитывает дочь сама. Я так понимаю, у отца нет, ну, либо он где-то далеко. И часто, да, девушки, когда воспитывают детей сами, понятно, что это самое ответственное время. И нужно больше всего помощь сильного плеча, когда ее нет. Такие истерики и изливание вот этого всего эмоционального, накопленного негатива на ребенка случается, да. Роза крикнула дежурному станции больше не волноваться, поскольку они собираются уехать следующим поездом. И теперь, наконец, или, возможно, следует сказать, снова, она заметила пассажиров на платформе, издали уставившихся на нее. Роза немного вспотела и ощутила, как ветер пытает ее, охлаждая пот. Мария все еще продолжала плакать, прикрывая свою голову. Нет, если это избиение продолжится, она, возможно, так и будет вечно плакать. Поскольку Роза оправилась от злого жара в своей голове, она поняла, что снова оставила лишь дурное в своей душе. Роза упала на колени и обняла Марию, чье лицо было сырым из-за слез и соплей. Марию, прости, прости. Мама, Мама, добро пожаловать назад, добро пожаловать назад. Наконец Мария поняла, что ее мать вновь стала ее прежней матерью. И она прильнула к телу своей матери и заплакала, пряча лицо у нее на груди. Прости свою плохую маму, прости свою дурную мать. Я действительно сожалею, пожалуйста, не ненавидеть свою маму. Марию, Мария в порядке, не буду ненавидеть маму. Просто мама снова обладела злая ведьма. Но мама вернулась, и все хорошо. Да, да. Мама, я просто снова обладела злая ведьма. Прости меня. Я действительно сожалею. Они двое обнимали друг друга, прося прощения и прощая еще долгое время. Спустя некоторое время они постепенно успокоились и убрали свои лица друг от друга. Лицо Марии, лицо Розы, оба были сильно покрасневшими после того, как они выплакали все глаза. Ты ведь что-то хотела на Хэллоуин, Мария. Да, я хотела показать зефирную тыкву Джорджу Онни-чану и Джессике Онни-чан. Это была конфета, продававшаяся рядом с кассовым автоматом в магазине, где они ели свой завтрак. Причудливая конфета из оранжевого зефира и в форме тыквы, насаженной на палочку. Мария ее хотела и настойчиво просила ее купить. Но Роза сказала, что она не собирается покупать такую конфету сразу после того, как они позавтракали и отказалась. Но ее можно было купить и дать ей позже. Тогда Мария бы обрадовалась, что конфета уже есть. А скушала бы позже. Если это, конечно, конфета с нормальным составом. А если не с нормальным, тогда лучше было бы просто объяснить Марии, почему не стоит именно такую конфету есть и купить альтернативу, которая из здоровых ингредиентов сделана. Вот что Мария. Я не уверена, продают ли ее в этом городе или нет, но давай выйдем и попробуем поискать ее, хорошо? Да, я так люблю, мама, люблю тебя. Спасибо тебе. Я тоже тебя люблю, Мария. Говоря по правде, у них не было времени впустую слоняться около остановки станции. Если они опоздают на самолет, то на полдня отстанут от запланированного графика. Она должна была отправиться домой с достаточным временем в запасе, но в итоге задержалась, так как пришлось подобрать одежду для Марии. Из-за этого Роза с самого утра была как на иголках. Она посмотрела на часы. Им следовало немедленно уезжать следующим поездом. Но ее дочь решительно взяла ее за руку, чтобы пойти и купить конфету со своей матерью. И эта рука была теплой. Прямо сейчас для Розы гораздо важнее было вновь укрепить свою связь с Марией. Для нее Мария была не только любимой дочерью. Для Розы она была всем. К счастью, они увидели большой супермаркет прямо напротив станции. Быть может, они и не смогут найти точно такую же конфету, но возможно, Мария выберет себе что-нибудь похожее. Кроме того, Роза не могла показаться с таким лицом распухшим от слез. Ей нужно было поправить макияж. Может быть, мы и не найдем точно такой же зефир, как и тот. Но ничего страшного, если мы возьмем похожую конфету, верно? С ней давай сразу уделим твоих кузенов и кузину. Да! Если я куплю эту конфету вместе с мамой, то все в порядке. Так они вышли за турникеты в этом незнакомом городе. Мария вместе с матерью шла по пешеходному переходу, хихикая про себя, словно направлялась в парк аттракционов. Оба лица все еще были темно-красными. Но мать и дочь улыбались друг другу, не сдерживая себя с теплотой во взгляде. Тяжелая сцена эмоционально. Жалко я их двоих на самом деле. Дорогой, что ты делаешь в таком месте? О, это ты. Ничего особенного. Просто так, нашел место, чтобы подумать. Я заканчиваю все сегодняшние приготовления. Может, пока что отдохнем и выпьем чаю? Извини. Я всегда сваливаю все проблемы на тебя. Да ладно тебе. Неужели ты не можешь на меня положиться? Я твоя жена. Ну да, на жену лучше положиться. Посадиться. Ну, посадиться так вот, положиться, да. Да и... Разумеется, я благодарен тебе за то, что ты всегда приходишь мне на помощь. Именно по этой причине я могу посвятить себя своей работе. Я понимаю, насчет твоей работы. А тут еще и вопрос, касающийся наследства отца, так... К тебе это не имеет никакого отношения. Это не более, чем ловля тухлого мяса среди жадного брата и сестер. Все в порядке, дорогой. Все будет как надо. Твоя работа никогда не подводила. Как надо это... Как надо это... Быть застреленной из Винчестера в холле перед портретом Беату Рича. Может быть, как-то все это можно будет изменить? Все интереснее и интереснее, друзья, конечно, как это все будет дальше. Ну ладно, давайте читать. Нацухи скромно прижалась к плечу Крауса. Она схватила его, чтобы ободрить Крауса за его тяжелую работу, но Нацухи и сама знала лучше всех, что дела шли, неважно. Проект Крауса был подобен качелям, на которых лежали большие деньги. Крупные инвестиции связаны с большим имущественным залогом, но чем больше размер качелей, тем медленнее их движение, и это не может дать моментальных результатов. Время от времени вы вкладываете больше инвестиций, вместе с тем ускоряя движение качелей. Разумеется, вы поступаете так, исходя из уверенности, что в не столь отдаленном будущем вы сможете вернуть все свои инвестиции. Однако качели, выбранные Краусом, никогда не качались так, как ему хотелось бы. Его предвидение не было ошибочным, лишь времена не поспевали за ним. Они вечно отставали. К примеру, представьте обычные качели, что стоят в парке. Из-за большого спроса, на них всегда кто-нибудь катается, но даже если вы и хотите покататься на них, то вам придется отстоять свою очередь. И тогда, когда однажды вы найдете свободные качели, вы станете первыми, кто будет качаться на них. Однако, если другую сторону качелей никто не займет, вы не сможете качаться на них. И неважно, сколько пройдет времени, возможно, никто так и не придет и не усядется на другую сторону качелей. Качели одна из самых популярных игр на детской площадке, поэтому если вы будете ждать, что компаньон несомненно появится, Краус об этом знал. Судя по прогнозам, дела обстояли скверно. Таким образом, никто так и не пришел кататься. Но качели одна из самых популярных игр на детской площадке, поэтому кто-нибудь обязательно должен подойти. Если бы он освободил свое место из-за того, что прогнозы были все мрачнее и мрачнее, кто-нибудь обязательно занял бы его место, и все закончилось бы тем, что ему с тоской осталось бы наблюдать, как неподалеку на качелях качаются другие. Сидя с одной стороны качелей, он продолжал терпеливо ожидать в одиночку. Это был проект Крауса в его текущей ситуации. А если бы только у меня было больше смелости и уверенности в себе, чтобы довериться собственному предвидению, я бы никогда не допустил ошибки. Да, это правда. Твое предвидение никогда не подводило. Ты единственный, кто у нас глядывал спекалку отца. У тебя врожденный талант, которого нет ни у одной из твоих сестер и брата. Даже так. Я не могу в это поверить. Я всегда как трус погружен в собственные проекты. Почему я не могу поверить в себя? Кто может поверить в человеку, который сам себе не доверяет? Никто не поверит. Я всегда оказываюсь на месте, где полагается быть проигравшим. Мой отец, моя мать и мои родные браты-сёстры. Все они глумятся надо мной. Сколько пройдет времени, прежде чем я освобожусь из нашего комплекса? Как долго? Лишь Нацухи знала. Она знала, как страдает Краус. Как старший сын семьи Ушарамия, который с того времени был вынужден нести на себе большую ответственность, он не мог открыть свое больное сердце, кому попало, и не мог сравниться с великими достижениями своего отца. Подровняемся немножечко. Отлично, отлично, друзья. Продолжим. Я закончу все приготовления, чтобы ты мог полностью сосредоточиться на семейном собрании. Я обо всем позабочусь. Нацухи ему помогают всячески. Такая умница, извини. Могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы с отцом? Нет. Генжи и доктор Нанжи на нашей стороне. Я никогда не запущу, чтобы твои жадные сёстры и брат встретились с отцом. Моши-моши. Да, Года. Алло. Да, это Года. Да, пожалуйста, предоставьте это мне. Мне очень терпится приложить свои навыки в выполнении этой большой ежегодной работы. На кухне были собраны разнообразные ингредиенты, и все необходимые приготовления шли полным ходом. Даже несмотря на раннее утро, все ингредиенты уже лежали в кастрюлях и пропаривались. Обычно Годе приходилось выполнять несколько дел помимо стряпни, но в день семейного собрания он мог полностью посвятить себя кулинарии. Для Годы, изначально работавшего шеф-поваром, это, несомненно, был самый большой праздник за весь год. Да, на ужин будет превосходный телячий стейк. Превосходная мясная вывеска уже с нетерпением ожидает в морозильной камере. Пожалуйста, с нетерпением ожидайте вечерние трапезы. Это была редкость для Годы пребывать в таком отличном настроении по отношению к своим коллегам. Для Годы, который хвастался тем, что является шеф-поваром в семье Ушурамия, быть допущенным к приготовлению еды на семейное собрание являлось наивысшей честью. Хорошо, оставляю это на вас. И еще, Кумасава здесь? Кумасава-сан, мне случалось видеть ее раньше, но она не здесь. Я думаю, может она пошла прибраться в домике для гостей? Так значит она опять где-то бродит? Нет, все в порядке. Тогда я рассчитываю на вас. Да, предоставьте это мне. Генжи повесил трубку обратно на аппарат, слегка вздохнув. Генжи снова вздохнул, думая о Кумасаве, которая, возможно, опять где-нибудь скрывается, хотя знает, как все заняты, и этим хвастуне Годи, и этом хвастуне Годи, который только и ждал дня, когда сможет проявить себя. Прошу прощения. Приготовка всех комнат в домике для гостей завершена. Мы получили приказ от Миледи о приготовлениях на 4 человека, чтобы дети могли разместиться там, но как нам поступить? Я слышал, в этом году Батлер самоприедет впервые за 6 лет. Я думаю, Миледи захочет, чтобы грузены и кузины не ложились спать до поздней ночи. Подготовьте все. Вам не надо уведомлять об этом, мадам? Я поняла. Кашкак, разумеется. Итак, сегодня вечером у нас будет ночная смена сразу же после утренней смены. Похоже, что эти два дня будут очень утомительны. Кстати, согласно прогнозу погоды, Тайфун разразится прямо здесь. Как насчет этого? Пока еще Тайфун следует намеченному курсу, и я думаю, он не отразится на восхищении членов семьи на катере. Возможно, семейное собрание продлится примерно до понедельника или до вторника. Скорее всего, это будет долгий путь, но я настоятельно прошу вас не допускать никаких промахов. Канон, не торопись, будь спокойный. Канон, будь предельно вежлив, когда встретишь их. Да, я буду аккуратен. Я буду аккуратен. Сегодня днем мы ожидаем важного гостя. Смотрите, не наделайте глупых ошибок. Мы понимаем. Любой гость, иносящийся зависит очень важен. Канон, в прямом смысле этого слова, мы должны будем принять важного гостя сегодня. Убеди, что ты будешь готов. Да. Шанан, в чем дело? Соки, как нанико, сухожи, ты чем-то обеспокоен. У тебя было запланировано какое-то другое дело. Нет, не, нет, не, нет, не, извините. Мои извинения. Нейсон, не сажу. Это очень важный гость. Поторвесь от своей личной жизнью. Я не знаю, что ты имеешь в виду под личной жизнью. Шанан тут же слегка покраснела и отвела взгляд на часы. Настало время, когда самолет, на борту которого находилась семья, должен был прилететь в Нииджиму. Это вопрос, простите. Настало ли время, когда самолет, на борту которого находилась семья, должен был прилететь в Нииджиму? Она намеревалась скрыть тот факт, что ее встреча с Джорджем после столь долгого времени заставляла ее сердце трепетать, но Каннон, находившийся рядом, отлично ее понял. Как мне эта мелодия напоминает начало первого эпизода? Шанон, будь покорно и прими это. Находясь в туалетной комнате, Джордж снова и снова практиковался, вынимая маленькую бархатную коробочку из кармана, так быстро, словно бандиты с пустыни револьвера Скобуры. Нет, не годится. Шанон любит решительного человека. Я должен вложить больше чувства. Шанон, надень его на свой безымянный палец. Это приказ, ладно? Ах, если я не скажу, что надо надеть на левую руку, оно может надеть на правую. Так, тут опечатка или я неправильно читаю? Ах, если я не скажу, что надо надеть на левую руку, оно может надеть... Ну да, видимо тут имеется в виду она. Нет, Шанон не настолько невежественна, но если не будет свободной воли, то получится несколько, как бы сказать, оммммах Пока он, скрестив руки, кивал головой, кто-то постучал в двери Неожиданно Джордж вернулся к реальности Эй, Джордж-кунг, ты в порядке? Разболелся живот или что-нибудь? Еще? А, дядя Рудольф, все в порядке, все нормально, не стоит беспокоиться Правда, ну вот и славно, но знаешь, если ты слишком сильно себя напрягаешь, ты себе попу надорвешь Потом просто назад заправит и все Рудольф вымыл руки и бодро усмехаясь вышел Джордж знал, что тот не услышал самой смущающей части и похлопал себе по груди, чувствуя облегчение Кири, Розы все еще нет? Еще нет Она опаздывает Судя по тому, как меняется погода, это не будет иметь большого значения Даже укладываясь она в график, все равно бы опоздала на самолет Как бы она тогда поступила? Роза-сан уже взрослый человек, она должна с этим управиться Неважно, сколько им лет, старшие братья всегда относятся к своим младшим сестрам как к детям Папа такой же, несмотря на свой возраст, он сущие дитя Что ты сказал? Если я ребенок, тогда ты просто младенец, разве не так? Ну-ка, батлер-чан, вставай, вставай Перестань, не щекотно Стой! Вы больше напоминаете двух неразделимых дружков, чем отца и сына Смотрите, они здесь Здравствуйте, Мария-чан! Мария-чан, давно не виделись! Вот почему здесь не было добавлено чан, он отчетливо сказал Посмотрите, на довольного Хидеёша Такой эмоции, по-моему, не было у него в первом эпизоде Жрать надо меньше Хидеёша Давно не виделись! Мария, разве ты не должна сказать радостного вас видеть? Ведь так говорят, разве нет? Это радостного вас видеть Это точно Я бы даже сказал, отлично. За это я награжу тебя конфетой. Куда это я их положил? Роза-сан, рада снова вас видеть. Тебя я тоже рада видеть, Мария-чан. Мы так давно не виделись, не правда ли, Кири-ни-сан, Хиде-оши-ни-сан? И... Ого! Ого! Батлер-кун? Ты так подрос! Да ладно! Это так смущает, слышит подобное от каждого, кого я сегодня встречаю. Эй, Роза! Ты опоздала. Если бы самолет вылетел точно по расписанию, ты едва бы успела вовремя, верно? Извиняюсь, с поездами не заладилось. Что, погода снова меняется? Не жалуйся, не жалуйся, я предпочту 30 минут на авиалисе 6-часовой тряски на катере. Даже если бы нам пришлось поторчать еще лишний час, так было бы быстрее. Это Мария, ну и подросла же ты. Она вступила в пору роста. Последний раз ты видел ее 6 лет назад, верно? Многое изменилось. А женщины это создания, рождающиеся заново в тот день, когда меняется их сердце. Мария увидела большого человека, которого не помнила находящегося в компании родственников и спряталась за Розой, недоверчиво глядя на Батлера. Эй, Батлер, поздоровайся с ней. Последний раз ты видел ее, когда ей было всего 3 года, так что вы, можно сказать, фактически впервые встретились. Она не может помнить, если ей было 3 года. Эй, Мария, давно не виделись. Вижу, ты вон как выросла. Мария, это Батлер-онича, сын дяди Рудольфа, понимаешь? Дядин сын, это дядя является сыном? Мария явно насторожилась. В конце концов, это неудивительно, что ей стало не по себе при виде такого рослого парня, как Батлер, неожиданно беззаботно заговорившего с ней. Батлер подумал то же самое и стал искать способы, с помощью которых мог бы сблизиться с ней. Тут же он заметил в ее руке конфету. Это была конфета в форме тыквы, которую Роза купила для нее. Я вспомнил. Сейчас же октябрь, а значит должен быть Хэллоуин. Сладость или гадость, верно? Если вы попытаетесь взять сладости у маленьких детей, обычно следует ожидать, что они расплачутся и засуетятся. Взрослые думают, что этот метод никуда не годится, но, что удивительно, Мария выглядела обрадованной и на ее лице возникла широкая улыбка. Хэллоуин! Хэллоуин! Смотри, мама, Батлер тоже знает про Хэллоуин! Смотри, смотри! Эй, зови его Батлер-оничан! Извини, Батлер-кун. Эй, не-не-не, не стоит беспокоиться. Пожалуйста, зови меня Батлер. Поэтому я тоже буду звать тебя Мария. Слушай, Мария, это Хэллоуин. Сладость или гадость? Сладость или гадость? Мария извлекла из своей сумки конфету-тыкву, наподобие той, что держала в руке и протянула ее Батлеру. Было видно, что Батлеру было достаточно принять ее, чтобы подтвердить их дружбу. Взрослые были поражены, как быстро детям удалось подружиться друг с другом. У Марии, которая жаловалась, что ей хочется праздновать Хэллоуин, должно быть, появилось ощущение, что Батлер друг, так как он разбирался в обычаях праздника. От ее настороженного выражения лица не осталось и следа. Теперь она была в приподнятом настроении, словно они дружили уже не одно десятилетие. Вот как! В Японии Хэллоуин мало кто празднует. Ты видела, как люди ходят в парадных костюмах по зарубежным новостям? Но я никогда не видел этого в Японии. Мария тоже хотела надеть костюм. Хотела сказать, не дадите сладость, устрою шалость. Вместе со своими кузенами, одетыми в костюмы. Ясно, ясно. А в другой раз, давай сделаем это вместе. В каком костюме Мария хотела бы пойти? Ведьмы! Пето Ричи! Самое лучшее себе забрало. Ох, миледи! Что вы делаете в таком месте? Мадам искала вас! Не хочу, чтобы меня нашли, поэтому и пришла сюда. В любом случае, я уверен, что она собирается опять читать минотации, что-то вроде «Ты привела себя в порядок и следи за своей речью». Хо-хо-хо-хо-хо-хо, вне всяких сомнений. Ты знаешь, когда приходит день семейного собрания, мне почему-то тревожно из-за этой ведьмы. О-о-о-о! Почему вы опять об этом заговорили? Семейное собрание — это день, когда съезжаются все, кто связан с девушкой родством, с дедушкой родством. Я слышала, что в этот раз Батлер тоже приедет впервые за шесть лет. Как-то так. Я всегда задавала себе вопрос, может ли какой-нибудь родственник, который не показывался несколько десятилетий, вдруг взять и неожиданно появиться? Хо-хо-хо! Существует ли такой родственник? Это Беаторичи-сама. Никто не знает о ее происхождении. Может ли быть, она давней любовницей дедушки? Может ведь быть, что ее потом внеждано появятся и скажут, что бы мы вернули то золото, которое получили, или что-то в этом роде? Хо-хо-хо-хо! Краус-сама! Краус, Сама и остальные, возможно, будут обсуждать в этом году проблему наследства господина. Поэтому, если их так беспокоят разговоры о ведьмином золоте, было бы вполне естественно, что ведьма, которая отдала золото, явилась бы за ним лично, не так ли? Кумасава-сан, ты знаешь, ты очень снята уходом на пенсию, работой и всем остальным, но ты была здесь так же долго, как и Генжи-сан, верно? Вы знаете гораздо больше о Беаториче, не так ли? Ну, возможно. Даже если я и попытаюсь вспомнить, такая старуха вроде меня не может даже вспомнить, что ела сегодня на завтрак. Кумасава-сан, ты всегда так оправдываешься, но тебе ведь кое-что известно, верно? Иногда ты притворяешься слишком бесхитростой, но тебе кое-что известно, и ты смеешься за нашей спиной, так ведь? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Какие резкие слова. У меня нет никаких секретов. Единственное, что я могу сказать, это то, что Беаториче-сама, это золотая ведьма, и она вторая хозяйка, правящая этим островом в течение ночи. Все это пересказ дедушкиных слов. Разве не скучно пересказывать дедушкины сказки, даже если тебе за это платят? Да-да. Но я могу рассказать и побольше. Что? С давних времен, Роккенджиму боялись и называли Азукишима, бобовый остров Азуки. Оговаривают, что Азуки является искаженной формой Акуджики, а на самом деле он называется Акуджикишима, остров злого аппетита. И именно такая история ходит среди рыбаков. И я сейчас вспомнил файтинг. Как же он назывался, друзья? Там был Акуджин, такой демон. Тенчу, по-моему. Сейчас я быстро загуглю. Я последний раз, наверное, в него играл в классе восьмом на PlayStation. Тенчу. Я запомнил имена персонажей оттуда. Трэвис, Горилла, Мишел, Тетсу, Кобучи, Ущи, Кентаро, Энджел, Акуджин. И вот именно Акуджин был последний. Ну-ка. Не-не-не, Тенчу, это очень крутая игра. Это шикарная игра на PlayStation. Нет, как же он назывался? Ладно, я сейчас по... По именам персонажа найду. Так. Гекидо. Во. Гекидо, друзья. Там было прохождение в режиме истории довольно прикольное. Там Кентаро на вагоне метро, волны и металл. Ну, в общем, кто знает, наверное, вряд ли кто-то знает из тех, кто смотрит на Веллу. Если вы знаете этот файтинг, пишите, будет интересно. Вообще, из файтингов в то время Текен и все играл, но это понятно. Первый, второй, третий. Ну, Mortal Kombat тоже понятно. Был классный файтинг Soul Blade. Очень крутой японский. Шикарный. Ну, Bushido Blade еще было, но это немножко другое. Вот этот был Гекидо. Тобл 2. Тобл 2 был тоже крутой. Ладно, повспоминаю, еще файтинги. Давайте дальше читать. Акуджин меня просто тут. Акуджи Кишима. Потянуло на размышления. Я также слышала об этом. Историю о том, что здесь множество подводных камней и часто случались кораблекрушения, поэтому рыбаки стали опасаться и не приближаться сюда, так? Злые духи поселились в Акуджи Кишиме и с давних времен пожирали души людей. Здесь было множество людей, связанных с этим островом, которые лишились своих жизней. А потом странствующий монах или кто-то еще построил тот храм, успокоил их души и упокоил их там, так ведь? Джессика говорит об этом как бы с лег... ну с таким безразличием и легкомыслием, недоверием, как будто это какие-то легенды, которые может были, а может и не были. Но что-то мне подсказывает, что Кума Сава говорит то, что было на самом деле. Какая темная история. Тот храм для упокоя душ был уничтожен жутким ударом фиолетовой молнии летом этого года, пробившей темноту в ночи. Кума Сава-сан, тебе действительно нравятся подобные истории? Я признаю, что это довольно жутко для храма исчезнуть после удара молнии. Но ведь он и так был довольно ветхим. Я думаю, может, его просто смыло волной. Злые духи Акуджи Кишимы пробудились ото сна и призвали Беату Ричи Сама. Если Беату Ричи Сама случится, почтить своим присутствием собрание семьи. Если она появится, то... Кума Сава на мгновение замолчала. Джессике, которая хотела заставить ее продолжать, стала не по себе от этой тишины. Когда Кума Сава поняла, что испугала Джессику своим молчанием, она широко улыбнулась. Ну что же, у нее самое интересное, что может произойти. Вот это ее расперло под конец. Ух ты! Ну разве не замечательно? Ну давайте уберем диалоговое окно, посмотрим, замечательно или нет. Телефон с автоответчиком. Ну или может быть просто с микрофоном. Я помню в детстве любил включать микрофон на телефонах, вот когда только такие появились. И слушать, да, это было интересно. Где-то дождь челестит, так уютно. Не правда ли? Разве для твоей работы не полезно время от времени обогащать свой внутренний мир? Похоже на тро. И сердце, и кошелек всегда должны быть богаты. Понял. Этот день у меня будет свободным. Пожалуйста, зарезервируй места. Поняла. Все непременно. Ага. Я буду рассчитывать на тебя. Я люблю тебя, Кирия. Поцеловав микрофон, Рудольф повесил трубку. Перед его креслом собралось много управляющих с закатанными рукавами, и все они с нетерпением ждали окончания телефонного разговора. Прошу простить меня за то, что заставил вас ждать. Контракт из Америки уже пришел? Да. Это адвокат от Дейла Ватанебе. Он ожидает нам внешней линии. Я соединю его. Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации в целом? Это, ну, складывается одна неблагоприятная для нас вещь. Похоже, что наши оппоненты даже и не думают отказываться от судебного разбирательства. А видать, у нас все-таки не получилось их обдурить. Пожалуйста, соедини его с нами. Понял. Сию минуту. Руководитель распорядился, чтобы секретариат соединили с внешней линией. В эту же минуту телефон перед Рудольфом зазвонил. Алло! Алло! Извините за задержку. Уширами я на проводе. Спасибо, большое спасибо. Как там продвигается наше дело? Алло, президент Уширами я. Давайте опустим приветствие и перейдем сразу к делу. У меня есть две новости. Хорошая и плохая. С какой мне следует начать? Плохие новости, в первую очередь. Хорошую новость оставим на десерт. Понял. Плохая новость в том, что наши оппоненты начали готовиться к судебному разбирательству с нами. Всего несколько дней назад, похоже, суд разрешился победой истца. Ответчик также рьяно оборонялся, примерно теми же аргументами, которыми планируем обороняться мы. Но они полностью проиграли. Мне жаль это говорить, но если мы попадем в суд с тем, что у нас есть сейчас, то риск того, что наши возражения будут отклонены, крайне высок. Так, там был полнейший провал. Даже несмотря на то, что я думал, что их условия были более выгодными, чем наши. Да, хорошенькое дело. Ну а что там насчет хороших новостей? Мне удалось пообщаться с руководителем наших оппонентов. Я объяснил им, в какой мы оказались ситуации. И то, что у нас нет намерения нарушать их торговую марку. И еще у меня получилось добиться их понимания. В течение нескольких дней они предложат нам условия, и если все выгорит, то они обещали отказаться от судебного процесса. Таково их предложение, если верить второму по значимости человеку, входящему в совет директоров. Твои впечатления? Честно говоря, я думаю, что условия будут крайне тяжелыми. Мы должны будем изменить имя компании и торговую марку, нам сообщат количество контрибуционных денег, а также мы будем должны дать публичные извинения в одной из ведущих газет. Чтобы все это уладить, нам дадут определенный срок времени. Эти парни просто деликатно намекают нам на то, чтобы мы пошли и разорились. В настоящее время у наших оппонентов поменялся второй президент, и работа на местах все еще не закончена. Если мы будем стоять до последнего, то они опасаются, что те, кто выступают против нынешнего президента, не будут колебаться и окажут услугу врагу. Следовательно, наши оппоненты также хотят уладить все в самые кратчайшие сроки. Следовательно, у нас все еще есть достаточно свободы действий, чтобы немного потянуть время и дождаться смягчения условий. В любом случае, нам ведь нужно быть готовыми выложить кругленькую сумму, не так ли? Тебе нужно быть к этому готовым. И все же это будет намного дешевле, чем платить дисциплинарную компенсацию. Большое тебе спасибо. Если будет еще какой-нибудь прогресс, прошу немедленно свяжись со мной. Ты получаешь высокую зарплату, поэтому не бей бак лучше. Спасибо, спасибо. До свидания. На английском поблагодарил его. Рудольф повесил трубку. Было похоже на то, что управляющие, сидящие неподалеку, смогли угадать содержание их разговора. Так, вы слышали, мерзавцы? По крайней мере, вы уловили суть. Пока у нас есть деньги, они простят нас. Теперь нам нужно беспокоиться только о сумме требуемых денег. Но, президент, сумма, предложенная мистером Батанебе, слишком велика. У нас просто нет таких средств. Теперь, когда мы узнали, что все подошло к этому, мы должны начать диверсификацию, не так ли? По нашим подсчетам, мы бы смогли избежать кризиса капитала, если бы продержались в течение трех лет. Но получить такой удар, в такой момент, мы просто не можем пойти на такой шаг. Похоже, мы сполкнулись на втором прыжке в тройном прыжке. Я сейчас заплачу. У нас не осталось выбора, кроме как получить деньги из центрального банка. Банки не есть, хорошо. Они ставят свои деньги лишь на фаворитов. Ситуация улучшилась, но мы не можем показывать банкам свою слабость. Президент. Есть ли у нас незарегистрированные средства? Средства, скользнувшие от нашей хватки. Кончайся этим. Разве я похож на такого человека? Содержимое моего бумажника открыто для вас, парни. Поняли? Бухгалтерская книга вон там показывает все, что есть у нашей компании. В таком случае мы должны побыстрее найти деньги. Нам нужен спонсор, который может несколько миллионов и как можно скорее. Президент. Сможет ли сделать что-нибудь один из ваших партнеров? Президент. Президент. Ааа, успокойтесь уже вы, ублюдки. Я найду какой-нибудь способ раздобыть деньги. А вы, парни, просто поддерживайте бизнес, не вызывая слишком много шума. Наши оппоненты сказали, что простят нас, если мы соберем нужную сумму. У нас уже есть неплохие подвязки в Азии. Возможно, дела будут кишатка, но мы сможем сохранить свои сделки. Короче говоря, фишка в том, что если мы получим деньги, то сможем все улажить. Послушайте, я все улажу. Я не дам вам пропасть. Вы можете начинать чувствовать себя, как будто вы забрались на большую спасательную лодку. Когда я все улажу, то непременно вознагражу вас, парни, целой башней шампанского. Я обещаю. Так что заткнитесь и следуйте за мной. Хорошо? Аэроплан немного тряхнуло. Скорее всего, это было связано с турбулентностью. Из-за этой тряски и проснулся Рудольф. Так как он встал рано утром, то все закончилось тем, что он расслабился и заснул на своем сидении. Ты в порядке? Ты все еще очень сонный, не так ли? В последнее время ты был очень занят на своей работе. Быть занятым на работе это же хорошо, не так ли? Если я начну в пустую тратить время, то мы окажемся на улице на следующий же день. Ты прав, так как Батлер Кун вернулся, то это станет проблемой, если нам обоим придется ходить и простить милостыню. Точно. Спустя шесть лет, вся семья наконец-то в сборе. Так что главе семьи придется приложить все усилия и провести время со своими родственниками. Красивая картина. Посмотрите. Острова. Раз, два, три, четыре. Ну там может быть еще пять. Здесь уже более крупный, может даже континент. Или тоже остров. Когда он посмотрел в окно, то увидел, что аэроплан уже начал значительно сбавлять высоту. Рыбацкие лодки, совсем недавно напоминавшие черные точки. Теперь были отчетливо видны. А если бы я смог одолжить десять миллионов, просто пав вниз перед отцом, то я бы сделал это десятки раз, но... Но если я не могу, то лучше поторопиться и спрятаться где-нибудь подальше. Я всегда крепко зависел от его финансовой поддержки, и теперь вот отправился за его наследство. Я точно не подумал. Полагаю, что отец даже не захочет видеть меня при таком раскладе. Возможно ли, что и в этом году вы тоже планируете не появляться на семейном собрании? Посмотрев на лицо Кинза, Нанджа вздохнул. Глаза Кинза были прикованы к этим странным книгам о магии. Я не хочу вступать в разговоры с этими стервятниками. Они могут обсуждать, как обглодать мои кости столько, сколько их душе угодно. Они и вправду глупы. Боже, боже, как проблематично. Нанджа немного покачал головой. Для него дети и внуки являлись предметами обожания. И он верил, что их взросление было единственной усладой для старого человека. Слова Кинза казались ему очень печальной вещью. Если придет время, когда я должен буду покинуть эту комнату, то я покажу себя. Так же, как и та, которая не показывается мне. Когда Кинза поднял свое лицо, то в направлении его взгляда находился портрет ведьмы, висевшей на стене. В голове у Кинза не было ничего похожего на сегодня день семейной конференции, и все мои дорогие родственники наконец-то соберутся вместе. Там было только лицо ведьмы, нарисованное масляными красками, которое не улыбалось нигде, кроме как на портрете. Все знали, что когда Кинза начинал говорить о Беату Ричи, то было очень легко спровоцировать его гнев. Сегодня я начну некий ритуал. О! И что же это может быть? Будет более правильным назвать это азартной игрой. Потому что чудеса не совершаются при помощи магии, которая не несет в себе риска. Нанджо уже много раз слышал эту историю. Это можно было бы назвать любимой поговоркой Кинза. Похоже на то, что Кинза верил, будто магии и чудес можно достичь, поставив на кон свою судьбу и выйдя победителем. Так, Кинза-сан, вы тот, кого однажды называли золотым игроком, теперь стали старым человеком. И можете отправиться на тот свет в любую минуту. Мне интересно, какого рода азартную игру вы затеяли. Думаю, зрелище будет достойное. Если тайный ритуал, который я разработал в ходе своих исследований, будет показан тебе, ничего не смыслящему в магии, то интересно, назовешь ли ты его азартной игрой? Да, и какая, в общем-то, разница. Я верю в чудеса. И если я выиграю, то ты четко поймешь, что все мои исследования, вероятно кажущиеся тебе простым капризом, принесут свои плоды. Если выиграешь ты, то это все закончится как не более чем каприз старика, который может умереть в любую минуту, в точности так, как это и видится тебе. Мне интересно, что же ради всего святого это за азартная игра, которую вы начали? Как ваш друг в этой ставке? Нет, в ритуале, да? Я лишь от всего сердца молюсь, чтобы вы смогли выиграть в этом ритуале. Спасибо тебе. Кстати говоря, Кинзо-сан, вы слышали, что в этом году на семейной конференции будет присутствовать долгожданный гость? Что? Кинзо отреагировал на слова Нанджа в несвойственной ему манере и развернулся. Точно, батлер Кун из семьи Рудольф-сана. Я слышал, он появлялся после шести лет отсутствия. Я уверен, что он стал великолепным мальчиком. А, ты о батлере? Я бы не стал называть долгожданным гостя, не показывающегося на протяжении шести лет. Услышав имя батлера и продемонстрировав горькую улыбку, как бы говоря, что это было разочарованием, Кинзо снова отвернулся. И я думаю, что шесть лет прошли для вас в мгновении ока, так как все это время вы были погружены в свои исследования в этой комнате. Возможно, что действительно долгожданный гость наградит нас своим визитом. Все зависит от результатов рулетки. Рулетка уже начала вращаться. В этот момент телефон, что стоял на столе, неожиданно зазвонил. Похоже, что пронзительный звук не нравился Кинзо, и он поднял трубку, чтобы сохранить тишину настолько, насколько это вообще было возможно. Что там? Я занят. Говорит Гензо. Все прибыли. И что с этим не так? Ты же можешь подать им чай или что-то в этом духе? Непременно. Будет исполнено. Кинзо грубо бросил трубку. Посмотрев на это, Нанджо снова вздохнул и перевел свой взгляд на небо за окном. Находясь в подобном расположении духа, как сейчас, Кинзо вряд ли заинтересует какие-либо гости. Был ли такой гость, который заставил бы Кинзо выйти, когда придет время, как он сказал? Возможно, он и имел кого-нибудь в виду, но этот гость не мог появиться. Нанджо взглянул на портрет ведьмы, что взирала с непринужденным выражением лица, словно так и не определившись, будет ли она улыбаться или грустить, а затем посмотрел на свинцового цвета неба. Что ж, все ли фигуры построены в один ряд? Нет, не расставить ли нам все эти фигуры по местам и начать новую партию? Ты имеешь что-то против? Не, но... Не... Ведьма выжидательно посмотрела на него, изящно покуривая свою трубку. Итак, Батлер. В ответ тот лишь небрежно пожал плечами, как будто ему правда не очень хотелось быть ее противником. Это мы куда возвращаемся? В комнату с чаебитием? Он просто не мог заставить себя встретиться с ней взглядом. Но это вовсе не означало, что он не подходит для нее. Это говорило о его решимости никогда не поддаваться на уловки этой заразы. Таково было его выражение решительного настроя сражаться. Только не говори мне, что у тебя нет плана. Так как я не знаю о твоих будущих ходах, у меня нет никакого плана. Не стесняйся проявлять инициативу. Хм. Разумеется, ты дал мне на это право. В таком случае, они разнестили мне твою защиту. За столько же ходов я поставлю тебе мат? Это возможность продемонстрировать мои способности. Независимо от того, какой ход ты сделаешь против меня, я не собираюсь верить тебе. До тех пор, пока я защищаю свою позицию, я не проиграю. И это все. Эта игра устроена так, что я не могу победить тебя, верно? Возможно, ты прав, но знаешь что? Я сама решаю, сколько времени мы будем повторять эту игру. Она будет повторяться снова и снова, пока я не стану победителем, и ты не признаешь свое поражение, согласен? Другими словами, это пытка. Это вечная пытка, которая будет продолжаться, пока ты не сдашься мне. Она будет продолжаться вечно, пока ты не признаешь меня и существование ведьм. В таком случае, я согласен оставаться с тобой вечно, сколько угодно раз, пока ты не потеряешь терпение. Я никогда не проигрывал в этих соревнованиях на выносливость. Значит, ты принимаешь условия ведьмы? Вот и славно. Я уже устал выслушивать твой треп. Давай уже начинай. Так начнем же. Я уже хорошо себе представляю все твои ходы. Оборона не имеет значения, если уже известен стоящий за ней план. Не думаю, что тебе удастся оказать мне достойное сопротивление с такими ходами. Беаторичи, я скажу тебе только одно перед тем, как мы начнем. Что же? Она так с интересом наклонила головку свою. Ты можешь говорить что угодно. Однако поверил я тебе или нет, решать лишь мне. И только мне. Неважно сколько у тебя магии. Моя душа не будет принадлежать тебе. Ты думаешь, это пытка для меня? Ты заблуждаешься. Тогда что же ты имеешь в виду? Это пытка для тебя. Когда-нибудь ты уступишь мне и сдашься. До тех пор ты снова и снова пройдешь через пытки. Как интересно. Неплохое сравнение. Пытки, где мы будем истязать друг друга. Звучит воистину интересно. Итак, мы начнем с Ромиа Баттлера. Очень круто. Суббота, 4 октября, 86-го, 10.45. Почетные гости. Каждый год родственники, посещающие Рокенжиму, восхищенно вздыхали, когда видели прекрасный Розарий, который первым встречал их. Они стояли вместе, обсуждая друг с другом красоту роз и их цветение. На фоне всего этого великолепия, одна роза была нездорова. И Мария приуныла, заметив это. Но Джордж, используя свою смекалку, сказал, что все будет в порядке, если мы будем следить за этой розой, отметив ее бантиком и заберстки конфеты. И к Марии быстро вернулось хорошее настроение. А когда Баттлер, с которым она хорошо поладила этим утром, вновь заговорил на любимую тему Марии, Хэллоуин, к ней вернулись энергия и задор. Мария, должно быть, дорожила той зефирной конфетой-тыквой, купленной ее матерью больше, чем всем остальным. Похоже, что ей купили несколько штук, и она требовала сладость или гадость у каждого, кто ей встречался, даря им конфеты, а не наоборот. Меня вот удивляет, почему Марии так сильно нравится Хэллоуин. Я думал, что к подобному событию японцам довольно трудно привыкнуть. Разве это не потому, что это маскарад для детей, где они могут наряжаться в костюмах? Ведь костюмах играть гораздо веселее, чем обычно. Нет, я думаю, здесь кроется более глубокая причина. В конце концов, она ведьма Мария Чан. А если вдуматься, когда мы были в аэропорту, разве Мария не говорила, что ей доведется одеть костюм? Если ей доведется одеть костюм, то это будет ведьма. Марии нравятся ведьмы? Да, она их обожает. До такой степени, что это становится проблемой. Ну, восхищаться фантастическими вещами в таком возрасте вполне естественно. По крайней мере, было бы милее восхищаться... Восхищаться она героиней какого-нибудь аниме-сериала. Судя по поведению Розы, было видно, что, как мать, она не одобряет любовь своей дочери к ведьмам. Также все кузены, кроме Баклера, вполне это понимали. И они пожали плечами, невесело улыбнувшись. Так, вы утверждаете, что из-за того, что ей нравятся ведьмы, и ей также нравится Хэллоуин? Если мы не знаем, тогда почему бы нам не спросить человека прямо? Эй, Мария! Как Хэллоуин и ведьмы связаны между собой? Стоило Баклера это спросить, как Джордж и Джессика тут же зашипели на него. Вот только похоже, что они опоздали. Было видно, что Мария только и ждала этого вопроса. Ее лицо на мгновение озарилось радостью, а затем приняло слегка злорадное выражение, славно говоря «Разве ты не знал?» Это было выражение фанатика, выведенного из себя чужой глупостью. Ууу! Кельты думали об изменении силы солнца в течение года, как о его рождении, взрослении, старении и смерти, а затем о последующем возрождении. Понятно, к весне слабое теплое солнце начинает взрослеть и становится горячим, а затем постепенно слабеет и старится, поэтому я согласен, что о солнце можно думать как о всей жизни. Да! Поэтому они считали, что в конце октября солнце умирает, его тело отправляется в земли мертвых, и затем возрождается снова в время зимнего солнцестояния. Поэтому они называют день, когда солнце завершает один год жизни и умирает, кануном Нового Года, или Самхайн. Очень интересно представить, что в день зимнего солнцестояния, когда увеличивается продолжительность светового дня, солнце возрождается. Эта история проливает свет на то, насколько священным было солнце для древних людей. Понимаю. И какое отношение к этому имеют ведьмы? Похоже, что моя нетерпеливость только разозлила Марию. Она впилась в меня взглядом, как бы говоря, не перебивать ее. Мария выглядела так, словно ей доставляло удовольствие рассказывать это мне. Поэтому я решил не перебивать. В промежутке между октябрем и ноябрем, жизнь и смерть становятся как никогда близки друг к другу. Кельты верили, что в течение этого времени мир живых и загробный мир становится ближе, и многие из тех, кто живет в потустороннем мире, могут прийти. Это очень похоже на фестиваль Бон в Японии. В те времена люди верили, что души возвращаются в материальный мир, входят в дома людей, овладевают ими и делают плохие вещи. Поэтому, чтобы защитить себя от них, люди создали талисманы. Одни из них должны были имитировать жутких монстров и пугать души, что, по-видимому, было способом защиты от одержимости. Эта часть стала фестивалем, где все наряжаются в костюмы. Мария и правда много знает. Разве не удивительно? Даже я не знал, что у Хэллоуина такая история. Но откуда же тогда пошло выражение «сладость или гадость»? Ее знания оказались настолько обширны, что взрослые тоже вдруг начали прислушиваться. Мария, которую всегда воспринимали ребенком, оказавшись в центре внимания, гордо выпятила грудь. Роза попробовала сказать, что это детские истории и что ей хотелось бы побыстрее сбросить багаж в доме для гостей, но ее никто не послушал и она тяжело вздохнула. «Сладость или гадость – это просто для забавы! Это никак не связано с тем, что было изначально в кельтском ритуале. Это появилось позднее, когда вмешались христианские обычаи. Однако Мария считает, что Хэллоуин должен проходить именно так!» По словам Марии, души мертвых были не единственными, кто являлся из потустороннего мира. Также имелись духи, которые были близки к быту людей. Так как люди могли заручиться благосклонностью тех духов, они могли получить их благословение и хороший урожай в течение года. Другими словами, Хэллоуин был чем-то вроде праздника урожая. Я понял. Теперь, когда ты упомянула об этом, у меня появилось ощущение, что октябрь и есть та поворотная точка во множестве смыслов, в том числе и сезонно. Получается, он противоположен апрелю в Японии. Мне кажется, это верное решение отметить его. «Ой, а ты знаешь, ведьмы они собираются на особое собрание! Шабаш!» Ведьмы благодарят духов, которые благословляют и вознаграждают их. Костюмы Хэллоуина подражают гостям, прибывшим с той стороны. Другими словами, можно сказать, что конфеты отдаются к благодарности для годовой урожай. «Ой, все как Джордж Ониичан говорит!» «Значит, Хэллоуин – время, когда этот и другой мир соединяются!» «То есть, это лучшая возможность для ведьм пообщаться с гостями из другого мира!» «Ты ведь это хотела сказать?» «Оу! Батлер правильно сказал!» «А знаете что? Вы знали об этом?» «Октябрь – это то время, когда сила ведьм и демонов находится на самом пике могущества!» «Я уверена, что Пиата Ричи придет!» «И тогда мы будем вместе есть зефирные конфеты, и Мария вместе с ней отправится в золотую землю!» «И мы будем петь волшебные песни, вместе изучать кладовские заклинания, вместе будем учиться рисовать магические круги!» Помните ту жуткую песенку Марии в кровавой бане, которая была там в комнате? «Да, Мария все стояла к стене и продолжала петь». «А потом мы изучим секреты рун, и Мария очень быстро станет великой ведьмой!» «Ара-ара, разве это не замечательно? Просто чудесно, когда детям есть о чем мечтать!» «Ати, Роза, сколько уже лет Марии должно исполниться в этом году?» «Ну, я довольна этих россказней!» «Не беспокойся об этом, Роза-сан, подобные мечты есть у любой девочки ее возраста!» «Спасибо тебе большое! Но Мария уже вышла из этого возраста! Эй, я же сказала тебе прекратить!» «Роза взвилась на Марию, пытаясь заставить ее замолчать, до того, как ее рассуждения о черной магии вызовут смех родственников!» «Знаете, а ведь это внушительная история! Кстати, тут опять упоминалось это Беаторичи!» «Что же это было? Мне доводилось слышать раньше, Батлер отсутствовал 6 лет и совсем позабыл про легенду о ведьме Ракенжиме!» «Однако, стоило ему сказать, что он не помнит имени Беаторичи, как Мария только что вся светилась, сразу же скисла!» «Когда он заметил это, Батлер сразу же вспомнил, что это было имя ведьмы с этого острова, но вред уже был причинен!» «Пока настроение Марии не улучшилось, она прошлась по многим таинственным и невероятным эпизодам, касающимся Золотой Ведьмы» «Довольно этого Мария!» «Ну, раз довольна, то на сегодня, друзья, остановимся!» «Я надеюсь, вы получили много хороших впечатлений от сегодняшней части!» «Спасибо вам за поддержку! Все, что могу сказать, буду рад вас видеть в следующей» « massивной жизни» ПLEASE